Это даже хуже, чем это та... Бля. Что за кусок собачьего дерьма? Создание игры на основе первого фильма Терминатор имело большой потенциал. Фильм был как фильм-нуар, боевик, научно-фантастик и происшествие во время, все вместе и в блендере. Но игра проходила на то, что вы взяли тот же самый блендер, чтобы положить мочу кота, конскую свалку и роту свиньи. Да, теперь это коктейль, которого ты не хочешь. А что если вы играли в эту игру, вы играли на травмирование. Но не волнуйся, потому что сейчас время очищать этих внутренних демонов. Потому что билдер за то, что будет ввестись в настоящем прямо здесь. Прямо сейчас. Всё, слишком тёмно, давай просто начнём игру. Что касается сюжета, то вы не Терминатор, а Кайл Рейс в будущем, который кажется наилучшей из одной концепции. Но посмотрите на графику. Это то, что вы называете восьмовидным барфом. Ты прыгаешь на пол пропавших блоков. Кью-подсказки и трубы. Что за Супер Майо Брос в фону из-за случайной пыльницы серого кирпича? Это так выдущает взгляд, я не ошибаюсь? Разве НЕС не способен к более универсально-звездовой схеме? Верхний бар, моноскромный. Собственно, чёрный-белый. Посмотрите на счётчик жизни. Чёрная часть — это количество вашей жизни. А зелёная — пустая часть, которая реальна. Сбивать с толку, потому что когда я смотрю на это, я не могу не чувствовать, что это должно быть наоборот. Как это называется? Это всего лишь пятизекундный цикл, который повторяется вечно. Там немного других эффектов. За что известно терпить удачу в своём модели. Если бы ваши уши могли нанерзировать, они бы это сделали. Теперь вы хотите поговорить об элементах поведения. Боже мой, это сломано. Когда вы пытаетесь прыгнуть сначала, он входит в присед. Вероятно, самый задержанный прыжок, который я когда-либо видел. Вы стреляет ещё хуже. Когда вы нажимаете «Эй», вы переходите в это положение поседания. Давайте назовём это режим оружия. Когда вы находитесь в этом режиме, оружие «А» стреляет, «А» вверх и вниз, на «Д» патт, который это ваша цель. Так, позвольте мне и заложите его в двух словах. Вы не можете стрелять стоя. Вы не можете стрелять, когда нанеряешь, как обычно. Вы не можете стрелять, когда прыгаешь. Это идёт вразрез с каждым природным инстинктом, который бы вы имели в стрелялке. Играли вы любые дизайнеры игры в «Shotum Contour»? Можете ли вы представить, как нужна проблема эта? Когда ты не можешь стрелять, ты пока прыгаешь. Но и гвоздь, который запечатывает. Прилёбаный игрок, который в этом нет. Продолжение, если ты умеёшь три раза. Игра начинается заново. Пусть так, кто на этом прямом уровне вам лучше прыгнуть к этому. Поэтому, увы, идей на Черновске много. Ещё небольшая проблема, когда вы пытаетесь прыгать так, что не вы пройдетесь. Это улучшает страх. Сутка легендана пошла игровая дизайнер. Да почти так же плохо, как волшебник страны «Ос». Продолжение попадания так же трахается. Если вы пытаетесь что-то высадить, то не происходит, если вы не находитесь с мёртвой точки. Если игра не обманывает два милой парень. И ты должен позволить этому победить. Для уничтожения этих автоматов лучше всего использовать гранаты. Но до этого момента. Вы можете найти только гранаты в первой части, в канализации, после этого, как только вы закончите. Вы столкнулись с двумя пушками одновременно. Вы можете вынимать их только один за другим. Так неизбежно. Тебя застрелит другой. Неважно, как далеко вы добьетесь, до сих пор нет продолжения. Несколько мне известно. Там нет никакого кода, даже для Game Genie. Ничего такого. Единственный способ выводить, это не исполнить вообще. Чтобы было бы возмутительно. Тем не менее, каждый раз, когда вы получаете 50 тысяч очков, вы получаете в блинную жизнь. Так достаточно сродливо. Я буду сидеть и здесь снова и снова следить у этого ублюдка. Пока это не произойдет. Руки возрождаются. Так что не проблема. Оставаться на одном месте и просто набирать очки. Единственная настоящая жертва. Так мы идем. Допреди на жизнь. Сейчас. Я буду очень заботиться. Просто ты не хочешь ехать всю эту тяжелую работу? Эта долбанная слизь здесь. Просто это... БЛИИН БОЖЕЕ! БЛИИН БОЖЕЕ! БЛИИН БОЖЕЕ! БЛИИН БОЖЕЕ! БЛИИН БОЖЕЕ! БЛИИН БОЖЕЕ! Вы просто потеряете. По крайней мере, я буду со своими, чтобы продолжать идти. Мы не говорим обои на этих расширениях. Настоятельно хожу. Мы думаем, я не в жизни. Сидим в видео и держим кнопку. Все это правда? Да, хорошо проверено. Меня сидим. Возьмите себе дальше ключ или что-то вроде этого здесь. Вы просто желаете кнопку просто так. И вот, пожалуйста. Просто сидеть сложа руки и вы не должны делать что-то возьми. Я вернусь. Посмотрите, у меня уже шесть жизней. Так что я просто пойду спать. Я вернусь. Надо будет все максимально. Разве это нехорошая идея? Ну, тогда что? Я даже не оставляю лучше. Как же продолжение траха? Заставить меня поставить качество ключ на контроллер? За то, что вы хотите сделать со своей жизнью? Это бессмысленно. Но вот что происходит. Мужчина. Хорошо. Я вернусь. В пустосвежем готов сыграть еще несколько терминаторов с совершенно новыми добрыми жизнями. Все шесть из них. Шесть? Только шесть? Хорошо. Я должен был честным. Это только одна цифра. Я ожидал бы больше девяти. Почему случайное число как шесть? Это означает, что какой-то испорченный мазохист на самом деле понаклинировал его таким образом, принял решение. Хм. Давайте хорошо посмотрим что-нибудь более шести. Это слишком много. Чё ты мудак. Единственное, о чём я могу думать сейчас, отображать, пока ты умнёшь пять раз, сделать это снова. Тогда вдруг в душе звуки, все-таки могли ненавидеть шарами. Бывало, что можно сделать, чтобы выстреливать музовик. Так что это всё, что случится. Вот ты просто умрёшь, умрёшь и умрёшь. Но так же не можете бразить его, потому что ваши пули просто развостаны повсюду. Хотя готов вы обгоняете эту чёртую штуку, но затем вас застрелит какой-то металлический танк чудовища. К этой точки зрения, вы просто в чёртовый задницу. Всё это случится, когда я просто застрелюсь, и снова и снова, в следующей части игры просто ещё одна свертельная ловушка. Теперь вы видите, что тут случилось? Я из-за планетной жизни ушёл, и до сих пор нет постоянных фагов. Так что у меня больше нет одежды получить больше, если я могу, игра окончена. Но это самая страшная вещь, которую я бы видел. Копии не имеют чёткого рисунка. Они просто его присылают наугад. Итак, что мне повезло. Посмотрите на эти платформы. Могут ли они быть намного меньше? Ты хочешь понять, как тяжело сделать свой след? Представьте, как безумно 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 на метрах точках в пространстве. Это более узко, чем сам персонаж. Если ты безумнишься на ноги, это не сочетается. Нужно безумниться на пустое место между ног. Хорошо, ноль живёт. Это означает, что у меня есть ещё один шанс. Прыгать! Прыгать! Прыгодилооооооооооооооо! Но слишком чутерски мало, слишком чутерски мало! Мы уволены. Я не могу проверить всё подобное, где могло быть выпущено в NES ещё в 1990 в том году, в декабре 1990 года. К этому времени Супер Нинтендо вышел. Давай об этом, давайте посмотрим на его 16-битный аналог. К счастью, это не просто графическое улучшение той же игры, это совершенно другой. В детстве, почему они из вас создали заголовную последовательность из фильма? Они использовали музыку. Без этого музыка из финальной битвы. Это как если бы вы использовали начальный титул Star Wars, но использовали другую музыку. Так что, если в этих играх что-то не хватает, это тема Терминатора. Опять ты Кайл Рис, но вместо того, чтобы быть в канализации, вы находитесь на поле битвы, как сцены в исполнении в фильме. Таким образом, мы определённый шаг в правильном направлении. Судьба намного лучше. В тот раз. Вы можете стрелять, как обычно, вместо того, чтобы переходить в этот тупой режим заседания, вы можете даже стрелять по песницам. Это круто, но единственное, что от столь вы не можете стрелять прямо или в землю. Нет другого идеального мира, как вам эссе и прочее. Вы можете стрелять в любом направлении, в каком зародите, и ещё есть сложные игры. Но здесь вы стреляли со всеми этими врагами, которых вы можете поражать только гранатами. Но только у вас скончаются гранаты. Мы трахались. Если ты собираешься сделать игру, которую ты не можешь стрелять на земле, не имей врагов, которые находятся на земле. Крафика беременного плана всегда мешает. Мешает, как справедливо, когда я едва вижу врагов. И что за Хэнни? Все эти вещи в любом случае. Назептиконфу. Слушай, я просто даялся головой и умер. Увидено, что игра действительно послужная. Теперь я могу представить, что через что прошли Кайлоис и старый добрый Джорни. Просто выбегаюсь, просто вспомню. Маньяк-машина целяет бомбами и лазером слева и справа. От этого Дима спрячивает из небесного димана на земле. Так не могли сделать, он будет уничтожен. Эти фильмы очень нереальные. Но они никак не могли выжить в концепции предшественного времени. Это нормально. Посмотрите, у них нет шаблонов. Как будто есть второй контроллер игрока. Прежде чем успеете загирывать, выскочите из-за третьих терминаторов. Нельзя делать это мельно, когда ваш персонаж ничего не может делать, кроме как бежать. Традиции слегги наступают и укладываются, но даже в половине случаев я все еще получаю удар. Это не так часто бьюсь, но, видимо, достаточно, чтобы уметь. И на самом деле, что получаешь пять жизней однажды. Они ушли. Как вы уже догадаетесь, нет, продолжается. Но это не имеет значения, потому что я даже не могу пройти первый этап. Это не выглядит так сложно. Но хороший господин, это просто продолжается и продолжается и продолжается. Даже с пятью жизнями и здоровьем я не могу двигаться дальше. Я добрался до этой части кузовика, которая все еще является частью первой садии. Но это даже хуже, чем этап кузовика в френе. Версия. Вы можете стрелять только в трех направлениях, что означает, что вы не можете поразить эту вещь, когда она находится между ними. И ты ни черта не можешь сделать, чтобы защитить себя. Вы не можете двигаться, просто продолжаете получать удары от этих вызывающихся шаров для боулинга. Наконец, это уходит. Ты снова идешь пешком. После такого долгого спринта, вы думаете, что вещи могут быть боссом. Но нет. Как наивно. Таким образом, вы продолжаете управлять этим вечным. Димой и марафон. Стреляющий в Димой и стреляющий в себя. В конце концов, вы пришли к боссу, верно? Он, безусловно, достаточно большой, чтобы быть боссом. И, конечно, это заняло достаточно много времени, чтобы наизойти так далеко. Я скажу, что это босс. Босс, умеет, умеет! Да, хорошо, вот и все. Что теперь? Какие? Ты че-то скишунишь? Святая мать, че там в блоге? Его святая экскурмля, че-то возьми, блин, как это все еще не конец? Как долго может продолжаться этот первый номер, если, возможно, вся игра не будет такой? Я просто не могу в это поверить. Так что я умер, и как все остальные игры, окончены на первый уровень, продолжаются вечно. Не может убедить, законченный стой, игра? Невозможно. Очень быстро, давайте посмотрим на Деманатора на Sega CD. Я уже упоминал в этом моем обзоре Sega CD, но я должен сказать 1-2 назад, это действительно большое улучшение, по сравнению с другим. Есть секретно разложающие вещи, как в других играх. Есть определенное направление. Не может стоять, это действительно озадуняет в ходе с настоящего угла, чтобы бросить врагов. Я не знаю, почему, но только contra. Кажется, понял, да правильно. Я иногда, это не бывает толку пытаюсь понять, куда идти. В нем есть нефиглядные ролики с фильм, которые активизуют все это среди. Никогда бы мы не мечтали, что однажды вы можете смотреть видео лучше играть, что в интернете. Но вы не сможете пропустить эти сцены, и кроме этого. Сама игра довольно непроходит, как у вас колер. Вот даже есть тема Деманатора. Вот такая отличная гигиальная музыка. Боже, это очень просто круто! Это немного лучше, чем Мерс и Несса. Ты не думаешь? Намного... С этого момента все может только стать лучше. Второй фильм был даже лучше, чем первый. И так мы можем предположить то же самое для игр. Я считаю, что в конце этого туннеля есть свет. Мы прошли через шторм, а в конце шторма — радуга. Рай. О нет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...